Ну что ж, друзья, всем добрый день. Меня действительно зовут Павел Кибиткин. Я работаю в сфере организации мероприятий уже 7 лет и, как вы можете заметить, еще не потерял человеческий облик. Наша компания, чтобы у вас сложилось хотя бы минимальное представление о том, кто мы и чем занимаемся, вы можете посмотреть на экран. Тут наши дизайнеры сделали такую симпатичную инфографику. Я хочу обратить ваше внимание, что это инфографика всего лишь одного сезона. То есть это не за все время существования компании. Это один год. Год прошлого сезона 17-18. В этом сезоне мы, скорее всего, увеличимся по всем показателям. Ну и как минимум приблизимся к цифре в 300 концертов. У нас два офиса. Один из них находится в Рязани, один находится в Тамбове. И 25 сотрудников. И вот список наших основных артистов, с которыми мы работаем, в худшем случае делая где-то 5-6 концертов за сезон. Ну, в лучшем большие туры по 20-30 городов. Ну и пока вы любуетесь этими прелестными лицами, я расскажу вам, в принципе, о чем сегодня пойдет речь. Я расскажу вам о концертном администрировании. Понятие, возможно, для многих незнакомым и новым, но, по сути, совсем несложным. Мы оставим за бортом все, что связано с продажами, рекламой, билетами, билетными операторами и сосредоточимся на чистом, концентрированном, филигранном исполнении райдеров. Это мы и называем в компании концертным администрированием. И я по ходу доклада буду использовать двух таких главных героев. Один — это концертный администратор. Собственно, концертный администратор у нас в компании — это человек, который занимается концертным администрированием. Да, ну, логично. И второй момент, я хочу, чтобы мы с вами условились. Если я буду говорить «артист», то я буду иметь в виду не только саму звезду, непосредственно человека, который там поет, танцует на сцене, но и весь его коллектив, всех его менеджеров, директоров. Ну, такой собирательный образ устроим. На экране сейчас такое шутливое определение концертного администратора, но оно очень, на самом деле, четко отражает действительность. И вот, кстати, про за 10 минут найти двухметровый диван. Это реальный кейс, я вам сейчас его расскажу. У нас несколько лет назад был концерт одной очень известной звезды в городе Липецке. И буквально за полчаса до приезда артиста на площадку администратор коллектива заходит в гримерку и говорит, слушайте, а что-то диван-то кратковат. И у нас остается полчаса для того, чтобы найти другой диван. Естественно, на площадке другого дивана не нашлось. И как вы думали, откуда мы взяли диван? Правильно, из банка ВТБ, который был напротив. История о том, как мы договаривались с банком ВТБ за 10 минут, это отдельная история. Но факт остается фактом, диван оказался в гримерке. Артист остался доволен, что смог вытянуть ножки. А это, собственно говоря, люди, которые у нас в компании занимаются концертным администрированием, наши концертные администраторы. Тут еще видно, что это самое начало сезона, потому что они еще улыбаются. Друзья, я хочу сказать, что концертное администрирование вообще это такая штука, которую нигде не учат. Нет специальностей в университетах, которые бы рассказывали о концертном администрировании. Нет книг на эту тему. И поэтому большинство организаторов, особенно, которые занимаются концертами недавно, допускают большое количество ошибок. Шесть главных ошибок, на мой взгляд. Я сейчас выделил, и вы видите их на экране. Мы по ходу моего доклада дальше попробуем разобрать все эти ошибки и найти ответ на главный вопрос сегодняшнего часа. Как же все-таки сделать так, чтобы артист остался доволен? Первая и главная вещь, которую нужно усвоить относительно работы на концертах именно и на мероприятиях вообще, что мероприятия никогда не идут по плану. Всегда что-то идет не так. Всегда случаются какие-то форс-мажоры. И это нормально. Если вы нормально усвоите этот момент, смиритесь с ним, вам будет проще держать себя в руках. Вы перестанете волноваться. Волнение. Если вы с зеленым лицом ходите по площадке и у вас трясутся руки, это выдает вас в вас дилетанта, к сожалению. Если ваше волнение передается на артиста, то на площадке начинается полный трэш, потому что артист начинает нервничать, он начинает придираться практически ко всему, что происходит вокруг. Вы не можете ничего с ним нормально согласовать. Ваша работа в разы становится сложнее. Если у вас случается какой-то форс-мажор на площадке, это основной момент, я очень прошу вас его запомнить, не доводите его до артиста. Уйдите спокойненько, попаникуйте, покричите, найдите способы для того, чтобы решить сложившуюся ситуацию. Решите и все. Артист доволен, вы довольны, концерт состоялся, все хорошо. Второй момент, который мы прививаем своим концертным администраторам, что все, что происходит на концерте, должно быть подготовлено заранее. На месте разберемся. Это фраза, которая вызывает у опытных администраторов и организаторов легкое подергивание глаз, нервное хихиканье. Тут всего лишь пять вопросов перечислено, основных. Это транспорт, проживание, техническое оборудование, безопасность и гримерки. Но поверьте, чем больше ваше мероприятие, чем больше у вас зрителей, тем больше вопросов, тем у вас масштабнее вот этот список, который вы должны готовить заранее. Если вы что-то не подготовили заранее, считайте, что вы облажались. Потому что когда вы появитесь на площадке и вы запланируете решить что-то на площадке, на площадке найдется еще 20 дел, которые вы будете делать, и у вас просто не останется времени на то, чтобы решить те вопросы, которые вы не решили заранее. Где же найти ответы на эти вопросы, закономерно спросите меня вы. И я скажу вам, что бытует мнение, что большую часть ответов можно найти в райдерах. Это справедливо. Для тех, кто не знает, вообще много людей здесь имели опыт работы с концертами и с райдерами. То есть мне нужно пояснять, что такое райдеры. Ну, давайте вкратце объясню. Райдер — это все же такой документ, это официальный документ, к нему нужно относиться именно так, в котором артист перечислил все основные требования к вам как к организатору. Вам нужно сделать все так, чтобы он остался доволен как раз таки вот по этим пунктам, которые он там перечислил. Это справедливо, но не всегда. Потому что райдеру рознь. Есть хороший райдер, есть плохой райдер. Хороший райдер вам значительно облегчит жизнь. Вы найдете в нем ответы на все вопросы, все заранее забронируете, вам не нужно будет сто раз позвонить. Плохой райдер ровно в той же перспективе вам эту жизнь осложнит. Вам придется согласовать очень много моментов, найти информацию самостоятельно, и вы просто потратите на это кучу времени. Обязательно читайте райдер. Вот организаторы, которые не читают райдер и пытаются делать концерты, для меня большая загадка, как они все еще продолжают существовать на рынке, они действительно есть. Читайте райдер, только после этого задавайте вопросы. Так вы выглядите профессионалом хотя бы. И хороший совет после прочтения райдера составляйте чек-лист. То есть выписывайте из него все, что вам нужно сделать. Тогда, когда вы будете заниматься подготовкой концерта, вы просто будете ставить галки и вычеркивать эти вопросы. Вот здесь сейчас, я не знаю, видно вам или нет, но вроде видно, особенно вот эту шедеральную фотографию халвы. Хороший райдер написан красиво, структурно, в нем легко найти информацию, в нем есть фотки. Вот фотки для меня большая загадка, почему некоторые артисты включают какие-нибудь специфичные там крекеры в райдер, но при этом даже иногда не включают название. И ты как сайгак скачешь по пяти супермаркетам, фоткаешь все в WhatsApp администратору и тратишь на это несколько часов своей жизни. Нет, вот, пожалуйста, Лёва любит халву. Ну, Лёва это из группы B2. Пришел в магазин, нашел такую халву, все, не надо ничего согласовывать. Заранее известно, что халва подходит. Вот пример плохого райдера. То есть тут сразу два примера. Первый, ну тут просто все вперемешку. Я не знаю, почему такое внимание здесь уделено брендам Vitelli и Avion, что, как по мне, тут есть более важные моменты, которые стоило бы выделить другим шрифтом. Но здесь все вперемешку. То есть вы, скорее всего, в таком райдере что-то потеряете, забудете купить. Я, как пример, выделил именно момент наполнения гримерки, но он такой весь. То есть там транспорт весь вперемешку, где автомобильный транспорт идет, количество мест купе и прочее. А второй, это вообще не райдер. То есть вы поняли, это сообщение в WhatsApp. То есть райдера как такового вообще нет. И он так еще написан, да, там непонятно, то ли воду с нас просят, то ли Ниву 4х4. Короче, такая себе история. С такими райдерами трудно работать, но можно и нужно. Как мы поступаем с такими райдерами? Мы их просто переписываем. Да, делаем такой рерайт. Мы берем плохой райдер, выписываем из него все и делаем хороший. Плюс еще добавляем туда какие-то свои моменты, которые у нас возникли во время, по опыту нашей работы с артистом. Мы что-то туда дописываем. И у нас получается нормальный райдер, который мы даже иногда порой передаем артисту, потом он с ним дальше работает. Пару слов о команде. Это одна из ошибок, которая была в первоначальном списке. Не контролировать работу подрядчиков. Вы прочитаете этот список и спросите у меня, Паша, что не так с волонтерами? Я вам скажу, что с волонтерами все хорошо, но есть одна оговорка именно в отношении концертных мероприятий. Не стоит ставить волонтеров на те зоны, где от них будет требоваться принятие каких-то сложных решений. Я нередко наблюдаю, когда волонтер дежурит около гримерок, выходит какой-нибудь администратор артиста, задает ему какой-нибудь сложный вопрос, и возникает то, что первая ошибка. Волонтер зеленеет, все, начинается паника. Так лучше не поступать. Контролировать билеты, приклеить браслеты, работать со зрителями. Это все могут делать волонтеры. Артистами занимайтесь сами. Либо вы, либо ваш квалифицированный персонал должен полностью закрывать в нюансы работы с артистами. Про подрядчиков. В принципе, я думаю, если вы здесь имели опыт работы с концертом, вы понимаете, что концерт сам по себе полностью строится на подрядчиках. Площадка – подрядчик, отель – подрядчик, техобеспечение – подрядчик, транспорт – подрядчик, грузчики – подрядчик, охрана – подрядчик. Это все делают сторонние организации. Ну, я не знаю, по крайней мере, организацию, которая бы в нашей необъятной, делала бы все сама. У нас, например, есть свой транспорт, и мы иногда его предоставляем артистам, но мы учим администраторов выполнять роль водителя. Здесь есть одно правило. Старайтесь искать… Оно очень простое, и оно даже, я бы сказал, очевидное. Старайтесь просто искать подрядчиков, которые работали на концертах до этого. Если вы проводите концерты в первый раз, то либо поищите по рынку просто эту информацию, там у артиста можно спросить, у площадки можно спросить. На крайняк, если у вас вообще нет никаких вариантов, в конце будет моя почта, можете спросить у меня. Напишите мне письмо, я поделюсь с вами контактами, потому что в этом нет какого-то большого секрета. Подрядчиков, которые действительно качественно выполняют свою работу, их не так много на рынке, и они на вес золота, и мы с удовольствием поделимся с вами такой информацией. У нас есть правило, что на концерте у нас как минимум два квалифицированных администратора работают. Соответственно, когда количество зрителей увеличивается, или сложность мероприятия субъективно, большая площадка, большой коллектив, мы увеличиваем это количество. Это сделано с одной единственной целью, когда всегда есть куча задач за пределами площадки. Встретить артиста на вокзале, в аэропорту, купить что-то в магазине. Но у вас всегда должен оставаться кто-то на площадке. Только так вы сможете держать все под контролем. Особенно, если там в этот момент монтируется оборудование, или там уже находится часть коллектива. Если вы бросите их на произвол судьбы, на попечение какой-нибудь там тети Вали, администратору площадки, все будет очень плохо. Все закончится не так, как вы рассчитываете. Третий смежный грех, шутка, это неправильная экономия. Я думаю, что для таких организаторов в принципе должен быть отдельный котел, то есть список. Важно различать. Я согласен, что можно зарабатывать дополнительные деньги, правильно работая с издержками. Но если вы ищете охранников за 1000 рублей, грузчиков за 100 рублей в час, отель за 1000 рублей номер за ночь, то, скорее всего, охранять концерты, грузить будут люди, скорее всего, с ближайшей помойки, а жить вы будете где-то в загородном пансионате, который не видел ремонта уже лет 40. Но это значительно влияет на качество. Экономить, теряя качество, можно только в одном случае. Если ваши убытки по мероприятию настолько велики, что вам единственный вариант либо их сократить, либо отменить. В отмене не заинтересован никто. Ни вы, ни артист, ни зритель, ни площадка. В таких случаях можно выходить с инициативой к артисту и говорить, что мы чуть-чуть сократим райдер, или не чуть-чуть, и сэкономим, таким образом проведем мероприятие, или мы вынуждены его отменить. Это единственное оправдание для жесткой экономии. В остальных случаях, да, можно работать с издержками. Я вам сейчас покажу пример на транспорте, как можно различить оптимизацию и жесткую экономию. Допустим, по райдеру у вас Mercedes Maybach. Ну, это шикарная такая машина длинная. Она стоит дорого, объективно дорого. И, допустим, вы проводите концерт в условном городе Липецк. В Липецке Maybach нет. У вас артист туда приезжает на поезде, и вам нужно его возить по городу на Maybach. Но в Липецке есть Chevrolet Express. Chevrolet Express — это тоже такая большая машина, очень комфортная, микроавтобус такой, в котором сзади диван, можно разложить кровать. То есть он по факту альтернатива Maybach вполне себе адекватная. И вы предлагаете артисту... Он есть в Липецке, да, то есть вам не нужно его гнать из Москвы. Вы предлагаете артисту заменить Maybach на Chevrolet Express. Качество не падает, но вы экономите таким образом. И аналогичная ситуация с заменой Maybach, но уже на S-класс. В 221-м кузове. 221-й кузов — это предыдущий кузов S-класса, сейчас 222-й. То есть это старая машина. Объективно ей будет лет типа 12. Она все равно будет комфортная, классная, но там уже будет потертая кожа, и она будет значительно хуже. И она будет в два раза дешевле, чем Maybach. Качество упало, артист недоволен, но у вас есть возможность таким образом сэкономить. Вот такие параллели можно провести практически везде. Можно с техническим оборудованием сократить часть аппарата или заменить фирменный свет на китайский. Это тоже относится к экономии. Очень многие начинающие организаторы любят делать все своими силами. Да, я повожу вас на своей машине. Да, я сейчас сам тут колбасы нарублю и все развожу по тарелкам. Зачем нам охрана? Я сам постою у гримерки, я вообще физкультурный факультет закончил. Я физкультурный факультет закончил, поэтому я сам разгружу ваши 50 кейсов с оборудованием. Это все неправильный подход. И на то есть две причины. Во-первых, вы заведомо сделаете это хуже, чем это бы сделал сторонний подрядчик. Просто потому, что он в этом профессионал, а вы нет. И второй момент. Пока вы будете заниматься всем вот этим, вы потеряете полезное время для того, чтобы решать какие-то другие вопросы. А поверьте, как мы помним из первого пункта, всегда возникают какие-то форс-мажоры. И пока вы будете разгружать кейсы или резать колбасу, у вас просто полезное время будет уходить не на то. Поэтому не экономьте на персонале. Это очень важный момент. В принципе, работа над ошибками на этом можно считать завершенной. Давайте немножко углубимся в работу с райдерами. И бытовой райдер, он всегда начинается с логистики. Хорошо, если вы прорабатываете логистику, когда вы запускаете мероприятие в продажу. То есть когда вы выстраиваете тур, когда вы расставляете его по городам, вы уже должны примерно понимать, что у вас там между таким-то и таким-то городом расстояние такое-то. И между ними есть поезда или самолеты. То есть вы должны видеть вот эту цепочку, как вы будете передвигаться. Даже если у вас один город в туре, даже если у вас Москва, у вас все равно должна быть логистика, потому что у вас есть точка А и точка Б. И потом вам нужно вернуть артиста в точку А. Тут могут быть нюансы какие. Вы должны учитывать, какие у вас отели. В некоторых городах вам выгодно ночевать, в некоторых невыгодно. В некоторых городах вообще нет хорошего отеля. Вы должны понимать, какой у вас вид транспорта. То есть есть артисты, которые по 500-700 километров спокойно ездят на машинах, а есть артисты, которые на 150 километров уже просят вертолет. Это реально, я сейчас не шучу. И вы должны все эти нюансы учитывать, составить логистику, красиво ее оформить обязательно, чтобы она была легка для восприятия, отправить на согласование с артистом. Ну и так до бесконечности. Он вносит правки, вы вносите правки в логистику, согласовываете, ровно до тех пор, пока у вас не получается конкретная согласованная логистика ваших передвижений. После этого вы можете спокойно забронировать транспорт. Вот этот слайд, ну в принципе сказали, что фотографировать не обязательно, но я думаю, что можно сфотографировать, потому что здесь есть полезные вещи, которые как минимум могут сэкономить вам немножко денег, немножко времени и много нервов. Давайте по ним пройдем. ЖД авиабилеты дешевле, если покупать их заранее. Оговорюсь, не всегда, потому что и у ЖДшников, и у авиаагентов работают алгоритмы динамического ценообразования. То есть вы, покупая билеты, если их остается мало, а чем ближе к рейсу или к выезду их будет меньше, скорее всего, они будут дороже. Но это не обязательно. То есть если на поезд много билетов осталось, он будет продаваться что за 5 дней до отъезда, что за 90 дней до отъезда, ровно точно так же, по той же цене. Продажа открывается за 90 суток. Это справедливо для ЖД, но не для всех направлений. На сайте РЖД это все можно посмотреть. Почти к любому поезду можно добавить вагон. Это очень полезный лайфхак. Его не всегда получается провернуть. Но если вдруг случилось так, что артист затянул с согласованием логистики или вы затянули с согласованием логистики, и вот у вас за 5 дней до концерта вам нужно купить на 20 человек ЖД-билеты, а поездов между некоторыми региональными городами их иногда вообще нет, а иногда их один или два, но чаще всего один, который вам будет подходить по времени, скорее всего, один, или он вообще не существует. И на этот поезд уже нет билетов. В таком случае вы можете обратиться в вокзал либо в вашем городе, либо в городе какой-то станции, на которой у вас будет либо посадка, либо высадка. Они не всегда понимают, что с этим делать. Вы должны настаивать на своем, объяснять, что такая практика точно есть. Они будут ходить узнавать у руководства, можно ли, нельзя ли. Это долгий и очень сложный путь, но в итоге вам могут добавить вагон. То есть к поезду прицепят еще один вагон, и вы купите в него билеты. Это там тоже есть свои нюансы. Не все локомотивы могут тянуть большее количество вагонов, но это все надо уточнять. В любом случае, если вы оказались в безвыходной ситуации, билеты вам нужны, эту схему можно попробовать. Прибытие поезда можно заказать на первый путь. Если кто-то бывал на региональных вокзалах, вы знаете, что там не как в Москве, в Петербурге пути упираются в вокзал, они идут вдоль вокзала. И, соответственно, чтобы попасть на платформу, допустим, на третий путь, третья платформа, нужно пройти либо по подземному переходу, либо по надземному. И это доставляет большое количество неудобств, особенно если у вас очень много чемоданов. Иногда бывает так, что артисты с собой возят еще кофры с инструментами, которые весят, я не знаю, там, ну, просто тонны. И это доставляет неудобства, поскольку звезд, в принципе, не очень комфортно водить по вот этим вот тоннелям. Поэтому что можно сделать? Можно на станции прибытия обратиться к начальнику поезда, ну, какой-то подход, найти билеты предложить, я не знаю, в каждом случае индивидуально. Это в их власти сделать так, чтобы поезд пришел на первый путь. Мы это стали активно использовать после того, как у нас был концерт Леонида Агутина в Рязани. И это давно было, лет пять назад. И у них было большое количество кофров с оборудованием. Поезд стоял на третьем пути, стоянка у него была что-то там в районе 7 минут. И для того, чтобы успеть погрузиться, то есть на третьем пути стоит поезд, на втором пути стоит поезд. Мы дотащили оборудование до второго пути, долбились в поезд, который стоит на втором пути. Они открыли нам двери насквозь. Мы с обратной стороны долбились в наш поезд и грузили оборудование через поезд. Но удовольствия в этом мало. Поэтому, в принципе, можно использовать такой лайфхак. Авто почти всегда может заехать на перрон электрапу. Артисты, конечно, хотели бы, чтобы машина дверь в дверь подъезжала к вагону, вот так вот открывалась дверь, и он заходил сразу в вагон. Так, конечно, сделать нельзя. Но можно подъехать максимально близко. У каждого вокзала или аэропорта есть свои ограничения. Все аэропорты будут вам по первости говорить, что авиационные правила запрещают выезд машины на летное поле. Но всегда можно договориться. Кое-где вам откажут прям сразу и даже будет бесполезно пытаться. Но в большинстве случаев у вас получится какое-то решение найти. Какие-то аэропорты сами предоставляют такую услугу, что машина встречает артиста прям сразу с трапа, довозит его до терминала, и там он уже пересаживается в вашу машину. Это тоже можно использовать. Но если вы заставите звезду идти, у нас такое в Пензе было с Филиппом Киркоровым, кажется, что нам наотрез отказали заехать в машине на летное поле, и Филипп Бедросович со своей свитой метров, наверное, 150 шел по летному полю. Это было достаточно забавно. Всегда покупайте возвратные билеты. Вы гораздо больше потеряете, если артист вам за пять дней до мероприятия скажет, блин, мы решили на машине поехать. То есть вы ничего не сможете с этим сделать, какие бы вы аргументы ни приводили, он все же скажет, ну слушай, Вася так решил. И вы потеряете, потому что вы купили 20 авиабилетов на 150 тысяч рублей, и вы не можете их вернуть. Но вы бы купили 170 тысяч рублей за 170 тысяч рублей возвратные билеты и вернули бы все деньги, переплатили бы 20 тысяч рублей. Попросите водителя положить в машину небольшую подушку, купить воды. Это банальный комфорт. Многие артисты сейчас это включают в райдер. Мы делаем это для всех. Это просто комфортно, когда в багажнике лежит даже небольшая самая подушечка. И избегайте сильно разбитых дорог. Вы все знаете состояние дорог у нас в России. Лучше поехать более длинным путем. Например, вот, я не знаю, есть кто-нибудь из Ярославля? Вот в Ярославле, например, из Иваново можно двумя путями доехать напрямую и через Кострому. Вот если ехать напрямую, то можно приехать без колес. А если ехать через Кострому, это займет на полчаса дольше, но вы приедете вполне себе живой, здоровый, без сломанных костей. Про желание. Отель — это, в принципе, единственное место, где артист может нормально отдохнуть. Особенно в длинных гастрольных турах. Поэтому, когда вы предлагаете артисту пожить за тысячу рублей в пансионате загородном, это достаточно такой серьезный с вашей стороны косяк. Поэтому ищите нормальные отели и договаривайтесь с ними о хорошей цене. Как правило, артисты предпочитают крупные сетевые бренды. Они есть не везде, даже в большинстве регионов в России их нет, но кое-где они присутствуют. Но есть свои исключения. Например, в том же городе Ярославле, к слову, приходится все время, есть отель сети Parkin, но он находится далеко от площадки. Там есть хороший концертный зал Millennium, рядом с которым находится отель другой сети, из Caroyal, который как бы хуже, чем Parkin, но он через дорогу от площадки. И даже если Parkin вам дает лучшие условия, артист приедет, посмотрит на все это и скажет, что почему мы живем не вот здесь через дорогу, где мы можем пешком до площадки ходить, а там в 20 минутах езды. Для них это имеет решающее значение. В принципе, в городе, скорее всего, будет один-два отеля, которые могут вам подойти. И, скорее всего, если вы уже работали, то вы знаете, куда селить артисты. Если вы не работали в этом городе, то вы легко узнаете, куда селить артисты. Опять же, в конце будет моя почта, можете спросить у меня. Ну, либо у каких-то других ваших коллег, либо даже просто обзвонить отель и спросить, а кто у вас из артистов проживал. Ну, или по карте посмотреть, какой отель ближе всего. В общем, нюансов очень много. В любом случае, отель вам нужно будет согласовать с артистом. Лайфхак. Отель всегда дает скидки. Если вы купили проживание в отеле по прайсовой цене, значит, вы не сэкономили, потому что 15-20, иногда 50% у отеля выбить реально. Ну, уж про 5% я вообще молчу. Потому что у вас большой заказ, у них в регионах постоянно они стоят полупустые, для них это выгодно, плюс к тому же к ним приезжает звезда, которую можно сфотографировать, попросить автограф. Мы это не приветствуем, конечно, но можно. Как только вы определились с отелем, согласовали его, начинается самое интересное. Многие почему-то считают, что отели — это такая суперпрофессиональная команда по сервису, которым просто достаточно скинуть список, и они все сделают зашибись. Нифига. Отели косячат. Причем на моей практике отели косячат жестче всего. Обязательно отправляйте отелю список ваших гостей. Причем желательно отправьте список сразу с паспортными данными и договоритесь, чтобы отель сделал пречекин. В таком случае вашим гостям просто, ну, вы им просто выдадите карточки, они сразу пойдут в номера. Это вообще очень круто, что им не надо будет паспорта отдавать, там ждать на стойке по 20 минут. Некоторые отели на это не идут, но практически со всеми у нас получается договориться. Обязательно запросите обратно у отеля список бронирования и проверьте, все ли фамилии, которые вы отправили, там есть, все ли категории номеров там правильно указаны. Проверьте тип кроватей. Это очень неудобные ситуации, когда вы, например, с какой-нибудь рок-группой, у меня такое было, приезжаете в отель, там, я не знаю, шесть таких брутальных, бородатых мужиков, они заходят в номер, они живут по двое, а там большая кровать одна. Ну то есть на вас потом косо смотрят. Понятно, что это совпадение, так сложилось. Но после таких случаев мы, вот пятый пункт, мы стараемся везде лично проверить номера, особенно номер, в котором у вас будет проживать артист. Потому что на моей памяти мы переселяли артиста в другой номер и даже в другой отель из-за того, что там плохо пах ковролин, там было недостаточно светло, недостаточно темно, освещение в туалете было недостаточно белым или недостаточно желтым. То есть там может быть масса всего. Если вы с артистом уже работаете, то вы эти моменты более или менее знаете. И вы можете, ну то есть хотя бы, я не знаю, там если ковролин не устраивает, вы можете найти номер в отеле, там какой-нибудь президентский люк, с которым будут дубовые полы. Ну и банально просто проверяйте отель на чистоту, на застеленность кровати, потому что в итоге за все это все равно выскажут вам. Номер грязный, звонят организатору. Горничные нагрубивы, звонят организатору. Это такие моменты, которые лучше заранее предусмотреть. Обязательно попросите отель подготовить рум-лист. Многие это включают в райдер, некоторые не включают, но это очень удобно. То есть когда у вас на одном листе написано, где кто из коллектива проживает, как звонить из номера в номер, со скольки завтрак, где он проходит, как подключиться к Wi-Fi. Ну в общем такие нюансы. Это все им облегчает жизнь. Они не звонят вам, не звонят на ресепшн. Площадка. Вчера тут разгорелась дискуссия на тему площадок в регионах. И я вам могу сказать так. Площадки разные. Есть очень крутые площадки, есть супер оснащенные площадки. Например, там тот же, к слову, Ярославль сегодня у нас в топе. КЗЦ Миллениум в Ярославле отличная площадка, новая. Ивент-холл в Воронеже суперплощадка. На Урале есть много классных концертных залов. Но наряду с этим есть и такие концертные залы, в которых вам будет страшно находиться. Там будут ободранные стены, какие-то ужасные доски на сцене будут торчать, гвозди. Истина где-то посередине. Большинство площадок по России, они в таком среднем состоянии находятся. Это скорее всего какой-то старый ДК, в котором недавно сделали ремонт. Ну недавно это там в течение последних 20 лет. Как бы там ни было, ваша задача, как организатора, как администратора, сделать так, чтобы на площадке было комфортно находиться. Если там грязно, значит надо убрать. Заплатить уборщице, убраться самим. Если там темно, значит надо осветить. Если там тепло, значит жарко, значит надо охладить. В общем, сделать все для того, чтобы там было комфортно находиться. Обязательно вешайте на гримерке таблички. Это очень помогает артистам. Они не запоминают, у них площадки меняются одна с другой, они не помнят, куда им идти, как им добраться до сцены. А у вас это займет 5-7 минут, если вы просто стрелочки развесите, особенно если до сцены какой-то сложный путь или если туалет где-то далеко находится. Мы, например, вот таким образом вешаем таблички на двери. Это наш администратор Артем. Давайте зайдем, собственно, в эти комнаты, на которых мы клеим эти таблички. Это гримерки. В гримерках артист проводит много времени, поэтому им тоже нужно уделять значительное внимание. В гримерках обязательно должно быть тепло, светло и чисто. Ну, в принципе, как и во всей площадке, но в гримерках особенно. Мы, например, возим с собой такие фонарики на прищепках, просто целую сумку этих фонариков с собой таскаем, потому что в гримерках часто темно. И нам приходится просто на зеркало, мы их цепляем, и все довольны. В гримерке у артиста, а желательно во всех гримерках, должна быть мягкая мебель. Артист, когда приедет, он вам стопудово скажет, что, блин, ну где кресло, где диваны, а у вас там лавки одни стоят со стульями. И не факт, что через дорогу найдется банк ВТБ, из которого вы за 10 минут сможете украсть диван. Может быть, на площадке найдется какой-нибудь один кабинет директоров, в котором будет стоять один диван, и вам его не дадут. Поэтому заранее об этом озаботьтесь. У нас была практика, что мы просто на газелях из мебельного магазина покупали мебель, концерт проходил, и мы ее возвращали обратно в магазин. Внимательно читайте список продуктов, которые в райдере. Пытует мнение, что многие продукты можно менять. Например, Виттель и Эвен считается, что это взаимозаменяемая вода, но это не всегда так. Если в райдере написано Виттель, лучше написать смс и спросить, можно ли купить Эвен. У нас был случай один раз, когда мы меняли 50 бутылок Эвена на 50 бутылок Виттеля потом в ходе концерта. Одноразовую посуду нет, не надо. Даже стеклянная посуда, сейчас особенно стаканы, ну нет, стеклянная посуда как тарелки, да, стаканы в основном сейчас все просят бумажные, они более гигиеничные, к ним более такое лояльное отношение. Замороченная сервировка, отдайте все в ресторан, за 500 рублей вам выложат все шикарно. У нас есть один администратор, Серега, он бывший шеф-повар, он сам все выкладывает, очень круто, но если Серега не работает на концерте, мы отдаем все в ресторан всегда. Потому что это не стоит потраченных денег, а многие артисты сейчас уже включают в райдеры, что сервировка должна быть именно ресторанного типа. Ну и добавьте приятных деталей. Мы, например, ставим, у нас 4 кофемашины, и мы ставим на каждый концерт гримерку артисту кофемашину. Раньше еще возили соковыжималку, но просто устали потом вот эти вот брызги апельсинов убирать в гримерках, поэтому возить ее с собой перестали. Здесь все ограничивается исключительно вашей фантазией. Вашим желанием удивить артиста, сделать ему приятно, в общем-то наполните, не знаю, можете портрет его повесить в гримерке. Ну, welcome, как говорится. Делайте, что хотите, и главное, постарайтесь никого не оскорбить. Техническое обеспечение. Буквально два последних момента у нас с вами осталось. В техническом обеспечении я предлагаю поступать очень просто. Если у вас какой-то крупный артист, например, там Сергей Лазарев или Баста, или... кто у нас еще? Меладзе. Они работают со своим аппаратом. У них есть свой технический подрядчик, которому вам все, что нужно сделать, это заплатить деньги. Он приедет, все сделает, все подключит, у вас вообще голова не будет болеть, и вы не будете нести за это ответственность, потому что артист вам сказал, что вы должны работать вот с этими чуваками и заплатить им там 400 тысяч. Если же артист вам таких требований не выдвигает, и более того, артист не знает, с кем он хочет работать, то постарайтесь найти на рынке компанию, которая имеет хотя бы какую-то минимальную репутацию, положительную. Объясню почему. Вот все, что мы с вами до этого проговаривали, если вы в этом облажаетесь, в транспорте, в проживании, на площадке, скорее всего, концерт все равно состоится. Скорее всего, у вас не возникнет какого-то косяка, и вы сможете спокойно сгладить углы, и все будет нормально. Ну да, там вам выставят какой-нибудь штраф, но если у вас выключится звук во время мероприятия, или если у вас погаснет свет на сцене, то все. Считайте, что вы просто вынуждены вернуть зрителям деньги, вынуждены заплатить артисту. Ну, короче, это очень плохо. То есть вы попадаете на какие-то нереальные деньги. Я не знаю, если вам интересно, найдите в YouTube концерт группы «Руки вверх» в Новом Уренгое, когда у них там с третьего раза они пытались запустить свое оборудование, когда у них… Ну, а «Руки вверх», чтобы вы понимали, «Руки вверх» — это сейчас самый собирающий в регионах артист. Это стабильно там 4-5 тысяч человек, огромные залы, и вот стоит полный зал в Новом Уренгое, Новый Уренгое там месяц ждал концерта, а у них не запускается аппарат. Все, они вынуждены были перенести концерт, аппарат так и не запустился. Ну, я даже боюсь предположить, какие убытки там были. Поэтому озаботьтесь техническим подрядчикам. Опять же, можете написать мне на почту, я дам вам контакт. Ну, и, кстати, да, с подрядчиками по технике легко торговаться, потому что у них ценообразование такое достаточно условное, они там могут легко делать вам скидки 40-50% в зависимости от того, как много вы им предложите концертов и какой у вас объем. Безопасность. Это, конечно, достаточно ироничная картинка, и она преувеличена, но если вы рассчитываете, что вы наймете в городе службу безопасности, она будет выглядеть вот так, как на первой фотографии, вы ошибаетесь. Конечно, она не будет выглядеть, как Александр Бородач, но она будет выглядеть гораздо хуже, чем вот это первое изображение. Потому что в лучшем случае вы найдете хороший сертифицированный, квалифицированный чок. Это будет стоить дорого, это будет стоить там 3-4 тысячи рублей за человека. Если вы берете охрану, там такую более или менее, которая стандартно выступает в роли службы безопасности на концертах, то готовьтесь к тому, что начальником охраны придется стать вам. Вопрос безопасности особенно остро встает на мероприятиях, когда у вас там полторы-две тысячи человек, если у вас большая площадка. Обязательно привлекайте к таким мероприятиям много охран. Не экономьте на охране. Кстати, дальше в лайнапе там есть доклад про охрану. Я схожу, послушаю и вам рекомендую. Привлекайте помимо охраны еще и полицию. Если у вас много людей, привлекайте полицию. Это несложно найти выходы и сделать так, чтобы это можно через площадку сделать, можно самим связаться с Росгвардией, чтобы они прислали вам хотя бы несколько человек в форме. Во-первых, это оказывает психологический эффект. То есть люди, когда видят сотрудников в форме, у них сразу меньшее желание грешить на концерте. А во-вторых, они реально имеют полномочия посадить людей в бобику и увезти. Нарисуйте схему расстановки охраны на площадке. Если у вас много охранников, вы должны знать, где они все должны стоять. И обязательно проконтролируйте каждую точку. То есть вот прямо перед тем, как запускать зрителей, пройдите и посмотрите, стоят ли у вас люди на каждой точке, где они должны находиться. Скорее всего, вы увидите вот такую ситуацию. Ну, это не телефон. Но они будут стоять и снимать концерт на своей точке. Вы должны, соответственно, это пресекать, контролировать. Некоторые артисты за это уже начали штрафовать. И это нормальная практика. Перекладывайте штрафы на службу безопасности, если у вас получится. И контролируйте их, чтобы они не сбежали раньше, чем артист. А в моменты, когда у вас приезжает артист, уезжает артист, сами управляйте охраной. То есть прямо вот так, этого связать, этого увезти, дверь заблокировать, только вы несете ответственность за то, как у вас артист приедет, уедет, останется ли он жив вообще после этого. Мы работаем сейчас много с Егором Кридом. Чтобы вы понимали, любой человек в черной толстовке, который выходит вот так вот и садится в машину, воспринимается как Егор Крид. Риск того быть разорванным, что тебя примут за Егора Крида, он, я не знаю, там 99 из 100. Но мы это стали использовать в своих целях, кстати. Мы иногда обманки просто делаем. Там стоит толпа, реально там подростки, они очень любят постоять, им это кайф, на морозе, там мин с 30, стоять всей толпой, петь песни. Самая красивая. Или там вот это все. Мы просто выводим человека, который похож на Егора, сажаем его в машину, он уезжает, все, они расходятся. Ну, кто-то расходится, кто-то не расходится. Но потом гораздо проще с этим работать. Ну, в общем, используйте такие лайфхаки. Бейджи. Это такой момент достаточно, который многие любят почему-то игнорировать. Ну, ладно, там охранник сам запомнит всех и сможет пропускную систему в закулисе сам организовать. Ну, не сможет, потому что более или менее человек, который сделает уверенное лицо, он пройдет за кулисы, охранника его не остановит. Он не замотивирован на это. Поэтому сделайте бейджи. У многих возникает вопрос, нужно ли делить бейджи по категориям, ну, там, типа, организатор, артист. Я не рекомендую этого делать, только потому что ваши охранники запутаются. Да? Помним, как они выглядят. Они просто запутаются и, скорее всего, ваша система бейджей будет дискредитирована. Поэтому сделайте там одну, максимум две категории бейджей. Там, например, у нас иногда мы используем категорию пресса, потому что прессе нельзя попадать за кулисы, но им нужно попадать в пресс-зону, да, перед сценой, которая тоже ограничена по доступу. Вот. Как только вы эти… Вот, кстати, как мы делаем эти бейджи. Они недорого стоят. Вот такие карточки мы печатаем по 30 рублей за штуку. То есть за 3000 рублей вы напечатаете 100 бейджей и дадите их вообще всем, кому нужно. Ну, еще там по 20. Ну, грубо говоря, комплект из бейджика и шнурка обойдется вам 50 рублей. А вот, кстати, схема расстановки охраны, как она может выглядеть. Это тоже по заимствованию у нас какого-то концерта «Руки вверх» у наших коллег. Здесь, ну, там, я не знаю, видно вам или я, там 55 человек охраны точек и 31 контролер. Это, ну, например, там на 5000. Ну, это вот нормальное количество, которое вам позволит более или менее сохранить себя в безопасности, себя, ваших зрителей и вашего артиста. Ну, собственно, мы подобрались к завершению. Если после всего того, что я вам сказал, у вас еще осталось желание вообще заниматься концертами и шоу-бизнесом, то я могу порекомендовать вам несколько вещей. Во-первых, старайтесь всегда делать больше, чем вы должны и больше, чем написано в райдере. Потому что вообще забудьте фразу «этого нет в райдере». Вот если к вам подошел администратор артиста и сказал, что нам нужно 10 порций тушеной на углях скумбрии, я не знаю, ну, там может быть полная дичь. Но вот если вы ему скажете, этого нет в райдере, минус в карму. Если вы скажете, дайте мне 5 минут, я что-нибудь придумаю, вам плюс в карму, потому что в администрировании реально невыполнимых задач нет. Администраторы артистов тоже адекватные люди. Они понимают, что в какой-то определенный момент они могут выдвигать какие-то нереальные условия. У нас один раз был концерт Земфиры в Рязани в 2013 году. И она должна была после нашего концерта ехать на концерт в Ярославль через день. Это был огромный тур, это тур в «Жить в твоей голове», если кто-то помнит, может быть, кто-то даже был на концертах. И мы заранее договорились с вертолетом. У нас была обозначена точка в поле, на которую этот вертолет должен был сесть. И мы даже заранее взяли внедорожник, на котором она должна была по этому полю доехать. Там какой-то такой участок из плиты, я не знаю, что это было, мы просто на Google Maps нашли в поле, и туда договорились, что посадим вертолет. Но в день концерта, это был ноябрь, прошел дождь. И машина, даже джип, банально не смогла туда проехать. И поэтому мы были вынуждены посадить вертолет на парковку Леруа Мерлена. Охрана Леруа Мерлена без преувеличения подумала, что их захватывают террористы. Я даже не знал, что в Леруа Мерлене столько охраны. Реально, там просто целая армия охраны выбежала из Леруа Мерлена. Хорошо, что вертолет сел, мы ее посадили, он взлетел и сразу улетел. Мы сели в машину и сразу смылись. То есть они даже не успели до нас добежать. Реально, это такой момент был. Но мы вышли из ситуации, нашли какое-то решение, пусть и ценой нервов охраны Леруа Мерлена. Вот, кстати, наверху вот этот кофр Александра Яковлевича Розенбаума. Мы с ним много работаем. У нас в этом сезоне, наверное, порядка 30 концертов его было. И в одном из туров наши ребята просто заметили, что на кофре у него вот эти буквы, у них все кофры подписаны у всех участников коллектива, они у него истерлись сильно, практически исчезли. Они это сфотографировали, отправили к нам в офис в Рязань. Наши дизайнеры подобрали шрифт, заказали печать. Мы это напечатали, и когда они с туром приехали в Рязань, они во время концерта незаметно взяли этот кофр, приклеили на него эти буквы. Сказать, что Александр Яковлевич был в восторге, ничего не сказать. Он просто как ребенок радовался новогодней игрушке, которую нашел под елкой. Реально. Если вы будете дарить артистам такие эмоции, ваше администрирование действительно можно будет назвать администрированием высочайшего уровня. Ну вот то же самое из того же тура. Это наш служебный автомобиль, на котором Александр Яковлевич передвигался в этом туре. А у них есть такое обозначение, но они себя называют старой армией. То есть коллектив их, у них есть такая песня, ну у Александра Яковлевича такая песня. Мы просто приклеили это на машину. Это вызвало еще больше восторг, чем кофр. Реально, то есть он серьезно, ребята, старая армия. В общем, делайте больше. И только в таком случае артист по-настоящему останется доволен. И, пожалуйста, внимательно читайте райдер. Субтитры создавал DimaTorzok